Привет! Сегодня с вами будут мои руки и мы с вами будем распаковывать вот этот вот SSD-шник, который мне пришлось купить практически в срочном порядке, потому что мой, как оказалось, имеет уже здоровье 80%, это если проверить его специальными программами и все остальное. И, короче, все значения, которые он там сейчас выдает по ошибкам, по перезаписям, собственно говоря, секторов битых и всего остального, есть, короче, номинальное, а есть наихудшее. И вот, короче, у меня наихудшее. Я, если что, возможно, если не забуду, приложу скриншот, собственно говоря, там просто боль. Вот. Поэтому сегодня будем вскрывать и ставить его, заодно, возможно, я вам покажу, как, собственно говоря, переносить Windows, то есть с SSD на SSD. Потому что это, на самом деле, момент важный, многие не знают, как это делать, но, на самом деле, есть просто специальная программка. Так, ну что, SSD-шка у нас выглядит, собственно говоря, вот так. Вот как и предыдущий, то есть я взял ту же самую модель, которую я брал для сборки компа, то есть это предыдущий ролик на канале. Если что, вот тут вот сейчас должна подсказочка быть. Вот, ну и, собственно говоря, гарантийка, кстати, такой мне тут неинтересно. А удалить, собственно говоря, прежде чем установить. Почему? Потому что, видите, здесь компакты. Вот, то есть, собственно говоря, все это Western Digital SATA SSD. Вот, собственно говоря, сделан 17 мая 2020 года. Свеженький вообще, прям, слушай. Сиренчик написан. Вот, WD Green. Смотрел то, что многие говорят, типа там внутри стоит чип, не WD-шник, а, собственно говоря, от SanDisk и все остальное. Мне вообще вот похоже. Мне главное, чтобы он работал и все остальное. Кстати, он у нас имеет технологию памяти 3D, господи, как она там называется? 3D TCL, по-моему. Вот, а у меня стоит, короче, предыдущий SSD-шник Corsair Force 3, по-моему, он так назывался. В общем, характеристики можете сами в интернете посмотреть. Вот, ну а сейчас, наверное, будем его устанавливать. И я вам покажу, как перенести с одного диска на другой операционку. Потому что это важно. Нам не надо все приустанавливать. Нам надо все это просто перенести с одного диска на другой. Вот. Погнали. Ну, собственно, вот так вот выглядит мой комп. Кто знает, тот, собственно говоря, знает. Ну и вот. Это, собственно говоря, старая SSD-шка, с которой мы будем все перекидывать. Пришлось пока напаситься, конечно, со шлифами. А это новенький. А знаете почему? Потому что здесь вот... Короче, долго объяснять. Но вот эти вот G-образные шлифа, штекеры, точнее, это просто жесть. Ладно, погнали переносить данные. Итак, собственно говоря, программка у нас называется Macrium Reflect. Она бесплатная. Ну, там надо адрес почты только ввести для того, чтобы, собственно говоря, вам прислали ключик для установки. Активировали вашу лицензию, типа говоря. Вот. Смысл ее какой? Смысл тот, что мы выбираем разделку. Где у меня, собственно говоря, установлена винда. То есть это вот это вот. Corsair 3 SSD Force. Вот. Точнее, Corsair Force 3, собственно говоря. И нам надо будет это все перенести вот сюда. На эту SSD, которая вот там не размечена, но 111 GB. Мы ставим галочки только на вот этом диске и нажимаем Clone this disk. У нас появляется вот такое окошко, где мы, собственно говоря, теперь подтверждаем, что да, вот с этого диска мы все клонируем. И вот сюда, собственно говоря, выбираем вот так вот. Вот. Copy, Selected Partition. Это нам все, в принципе, не надо. Просто дальше нажимаем. Нажимаем Next. Здесь, типа, создать задачу. Если вы хотите, собственно говоря, это когда-то повторить, мне это не надо, опять же, нажимаем Next. И теперь у нас показывают, что, типа, вот зарезервированные такие-то разделы. Это все должно быть склонировано. И поэтому, собственно говоря, операция 4. Мы нажимаем Finish. Run this backup now. Save, Backup and Schedules. Ну, окей, пусть сохранится. И все. Собственно говоря, процесс пошел. Он теперь будет клонировать у нас этот SSD на другой SSD. То есть он создает те же самые разделы. Все остальное, короче, когда в BIOS выставлю загрузку с нового SSD-шника, посмотрим, что произойдет. А пока что, ну, вот такой вот процесс, да. Главное, чтобы скопировалось все без ошибок. Потому что мой SSD-шка уже действительно умирает. Кажется, я форс который. Все, ждем. Ну, собственно говоря, всего лишь 25 минут. И с одного SSD-шника на другой все перенеслось. Теперь осталось только указать в качестве загрузки новый SSD. И посмотреть, будет ли все загружаться и работать или нет. Ну, в общем, вот они данные моего старого SSD-шника. Сейчас он показывает 87% здоровья. Хотя до этого показывал вообще 80%. Но смотрите, 46 терабайт данных записано на этот диск. Число включения 7 115 раз и 30 500, короче, время работы по часам. Это, короче, просто пипец. Он уже реально изношен. Ну, ему и лет сколько? Наверное, больше 6 лет точно. И вот что касается нового жесткого. То есть тут все достаточно хорошо. Температура, правда, выше, чем у того. Ну, я думаю, это в принципе не особо важно. Да, данные перекинулись через ту программку. Все стало хорошо. Все стало огонь. Загрузилась первая загрузка, кстати, прошла достаточно долго. Но он потом обновил все ядлоки, все иконки и все. И нормуль. Поэтому как-то так. Итак, ну что, вернемся к тесту. Собственно говоря, я решил протестировать еще скорость записи нового SSD-шника Western Digital Grid. Господи, грид. Грязь. Грин. Вот. И, собственно говоря, вот такие характеристики. А сейчас ради интереса я проверю свой старенький SSD-шник, который от Corsair. Посмотрим, какие будут характеристики у него и сравним. Ну и, собственно говоря, вот такие вот показатели у старого SSD-шника. В принципе, мы видим, что в первых двух строчках параметры отличаются. Причем, ну, достаточно так. А вот в четырех, в третьей и четвертой строчке, вот где вот это вот. А, собственно говоря, здесь у нас скорость-то повыше будет, чем у нового SSD-шника. Но, наверное, знаете, думаю, в чем проблема? В том, что на SSD-шнике Western Digital у меня, собственно говоря, стоит операционная система. И там постоянно происходит какой-то запрос-опрос, да, этого диска. А здесь, собственно говоря, сейчас на этом SSD-шнике ничего нет. Поэтому вполне возможно, что такая. Но мы видим, что, в принципе, скорость чтения 200 МБ по сравнению с Western Digital там 400. Поэтому такая вот разница. И что я хочу сказать, ребят, то есть, апгрейд, на самом деле, как апгрейд? Господи, просто замена SSD-шника была произведена в связи с тем, что старый SSD действительно умирает. То есть у него уже состояние здоровья плохое, он уже начинал сбоить и все остальное. То есть реально загрузка происходила безумно долго. Да, в свое время, когда я покупал SSD, он, соответственно, увеличил скорость загрузки и все остальное. Потому что оно раньше с HDD, с, собственно говоря, жесткого диска обычного, да, происходила загрузка винды. Тут я приобрел SSD и, собственно говоря, охреневал от скорости загрузки. Кстати, ролик есть на канале, если не забуду, добавлю здесь в подсказки. Вот, когда я собирал, собственно, ту конфигурацию компа, которая у меня сейчас. Вот, ну, там, конечно, уже совсем-то старая система Core i5, которая, по-моему, второго или третьего поколения вообще. То есть, ну, старинный уже комп, вот, DDR3 память, собственно говоря. Ну, короче, да. Вот, и на тот момент я прям безумно радовался. А сейчас я получил прирост плюс 200 МБ скорости в чтении. И, ну, как бы, винда загружается практически так же, да. То есть просто жесткий диск, ну, SSD-шка, она новая. И именно поэтому пришлось, собственно говоря, поменять на нее. Так как старенькая уже, ну, ей уже больше 5 лет, я так думаю, даже больше, наверное, может, 10 лет. Не знаю, сколько времени прошло с момента того видео, вот. Поэтому как-то так. Пишите комментарии осознанно, чего вы по поводу этого всего думаете. Какие конфигурации, собственно говоря, ПК у вас у самих. Какие там SSD-шники стоят, и сколько они служат уже у вас по времени. Можете, в принципе, проверить всеми теми же программами, которые вы увидели в этом ролике. Вот. Ставьте лайк, если понравилось. Не забывайте подписываться на остальные социальные сети, как обычно, Twitter, Telegram-канал и Instagram обновленный. Вот. Ну, и до новых встреч. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok